Где консилер? Где хайлайтер? Так, это что за хайлайтер телесного цвета? У меня вопрос, где он? Меня что? Меня тут хайлайтеры собрали? Я вам на 1317 рублей соберу косметоз. Уф, какая-то я потраченная. Так, я бахнула адреналин рожен, на меня внимание не обращайте. Здравствуйте. Детали моего макияжа, но вряд ли будут в описании, потому что сегодня мы с вами тестируем вот такой замечательный наборчик с файлбрисом. Обошелся он мне в 1317 рублей, сегодня 4 января, и на данный момент его нет в наличии, поэтому стоимость я вам сказать не могу, но артикул могу указать в описании. На карточке товара написано подарочный набор косметики, красота сражающая на повал. Надеюсь, на момент монтажа карточку товара они не поменяют. 11 продуктов, подводка, тушь, бибикрем, румяна, 5 оттенков помады, карандаш для бровей. Все дальше у нас тут подписано, создавай самые нежные образы. 5 оттенков на выбор, следуй своему сердцу. Да, вот тут у нас такие кирпичные, красная роза, оранжевый, из... из чё? Из то рыжий, а, видимо, золотисто-рыжий, бежевая роза. Бибикрем не забивает поры, нежная текстура, стойкий макияж, здоровая кожа, безупречная кожа, без жирного блеска. Ну, сейчас проверим. Это у нас бренд Хэнг Фэнг. У меня, кстати, кореш был, его звали Фэнг, но он сейчас есть, мы просто с вами не общаемся. Тушь у нас, удлинение подкручивания, водостойка, быстросогнущая, маленькая щеточка. Ну, ладно, давайте, я даже читать не буду. Сейчас по порядку разберёмся, набор вот так выглядит, я его только сегодня открыла. Я имею в виду вот эту наклейку сняла, тут какая-то странная буква. Вот так надо показывать буква си, непонятно зачем. Почитаем, ребята, с вами потом отзывы также на этот замечтательный наборчик. Сзади русскоязычная наклейка, это очень хорошо. Разберёмся, давайте, такой универсальный набор подойдёт, по идее, всем, да, потому что это подарочный набор декоративной косметики. У нас, значит, тут и карандаш должен, троллить через заколку, кому-то женщина, океан. Карандаш тоже должен мне подойти. Ну, поглядим, какой карандаш нам положили. Универсальный набор, всем, всем подойдёт. Хотя здесь так не заявлено. Но и оттенков на выбор не было. То есть, ладно бы сделали наборчик номер один со светлым карандашом, номер два со средним, номер три для таких, как я, с чёрным, естественно. Давайте открывать его поскорее. Выглядит, конечно, всё это, ну, не дорого-богато, но красиво. Это приятно было бы получить такой наборчик в подарок, но, к сожалению, я купила его за тысячу, сколько? Тысячу триста семнадцать рублей. Отлично. Открываем. Девятьсот девять один е. Опять же, я без понятия, что это значит. Впервые достаю. Вот, на полкину. Такая тут бархатистая текстура. Приятно. Можно было его купить и каждой подружке подарить по помадке. Какой-то тени, какой-то карандашик, румяшки, да, всё такое. Кожу я подготовила, идите ко мне поближе. Мне сегодня какой тонер, я не помню, к сожалению, но вот этот кремик от «Артефакт». BB-крем выглядит вот так. Меня уже это смущает. В нём сорок граммов BB-крем Natural Light and Silky Makeup. Окей. Ох, пахнет уже через упаковку. Может быть, это всё тут так пахнет. Да, какими-то цветами. Да что ты говоришь? Непонятными, странными. Больше никакой информации нет. То есть ни состава, ничего. Поищем состав на самой коробке. Консиллер для лица светло... Подождите. Подождите, вот... Буквально минутку. Цифру 4 найдите? Консиллер для лица светло-бежевый. Так, стоп. Хэнк-фэнк у нас набор, а тут написано Юли Юла. Подарочный набор для 11 приметов и так далее. Пудра оттенка слоновой кости. BB-крем цвета слоновой кости 15 граммов. Здесь написано 40. Хайлайтер телесного цвета. У меня вопрос, где он? Меня что? Меня тут хайлайтеры собрали, минуту. Тушь хорошо, карандаш для бровей есть, подводка есть, спонж для нанесения макияжа. 10 предметов в списке. Где 11-й? Сверху написано подарочный набор из 11 предметов, но у нас в списке только 10. Это первое. Второе. Где консиллер? Где хайлайтер? Так, это что за на***ка для у***ка? Вот представляете, вот я расстроилась. Мне даже состав не посмотреть у этого BB-крема, потому что наклейка, походу, была предназначена для другого набора. Эту наклеили так, для вида. Хорошо, у меня спонж сегодня от Wet n Wild, мне он очень нравится, мне его отправляли. Нравится он мне не потому, что мне его отправляли. Так, а почему нет защитки никакой на BB-креме вот этой пломбы? Я, кстати, сегодня буду троллить, я вам могу не понравиться. А где зеркало? Могло вам не понравиться? Ну просто, ребят, давайте по факту, как бы, я покупаю набор. Сзади русскоязычная наклейка, это, конечно, хорошо, но какое... Фу, блин, ну и ванина. Детским кремом утята. Просто, вот по факту, если без троллингового голоса, да, сообщать вам об этом наборе. Ребята, я надеюсь, меня не обсыпят. Ну да, переживаю я вообще не за то. Хватит пить и наргоса, чтобы не обсыпала и курить сишку. Смотрите, по факту, наклейка наклеена, это классно, но почему она от другого набора? Что, что у меня на лице? Ой, мой любимый спонж на это трачу. Отдушка отвратительная, мне, честно, дышать нечем. I just want a rock. Морду начинает понемногу стягивать. Так, я не хочу наносить себе больше, поэтому я вот так на лоб тут разнесу. Очень похоже на тот крем, который, знаете, самоподстраивающийся. Он подстраивается под вашу кожу. Это вот очень похоже ситуёвина. Выровнял ли он цвет лица? Нет. Вы на камере, наверное, это не видите, но я просто в окне не вижу маленьком. Я вам отвечаю. Лицо как было красным, так и осталось красным. Ничего не поменялось, просто появился небольшой такой лоск лишний. Она заявлена сзади в наборчике, на коробочке сзади заявлена, что у меня есть пудра. Где, собственно, пудра, уважаемый продавец? Обещание тона. Нежная текстура, стойкий макияж, здоровая кожа. Безупречная кожа, без жирного блеска. А что это тогда, если это не жирный блеск? Это выглядит как жирный блеск. Я не хотела вас на максимум приближать сегодня, но данный набор не оставил мне просто выбора. Очень нравится, очень красиво. Ладно, консилер заявляется, что есть, но, видите, я, к сожалению, наверное, долблюсь в глаза. Я вот не вижу. Как бы, да, знаете, пока что я консилер найти не могу, поэтому я беру свой отланком побольше. All rise, all rise, все хорошо. Тон, ладно, BB крем. Точнее, мне не подошел, но зато подойдет кому-то другому. Например, кому-то с очень светлой кожей, кому ничего перекрывать не надо, и кому нравится, что макияж, когда не видно. Вот не должно быть макияж видно. Я, блядь, сниму это видео, я его сниму. Эти заявления, что косметику быть не должно видно. Но я вижу вот это вот, знаете, вот то, что у меня на лбу происходит, я это все вижу. К сожалению, это отвратительно. Дело в том, что консилер мне подходит под мой цвет кожи, а BB крем нет, поэтому выглядит смешно. Но давайте возьмем пудру. Заявление о том, что пудра здесь есть, пудры здесь нет на самом деле. У меня, конечно, рука тянулась к топ-фейс, но сегодня я хочу 17 взять. Не знаю, мне она кажется плотнее. И по цвету, да, она прям хорошо подходит, такая средненькая. То есть не белая и не темная. У меня есть такое ощущение, что пудра 17 справилась лучше, чем BB крем. Ничего, сейчас уточним. Ну да, пудра будет поплотнее, чем BB крем. Я стараюсь, несмотря на то, что мне уже не нравится, я все равно буду стараться и делать красивый очень макияж. Начинать 23 год с такого обзора, конечно, это то, что мне было нужно. Но я начала с обзора самой худшей косметики за 22, но как бы вот именно с теста. Как год начнешь, как говорится, так его и проведешь. Но я вот не хочу. Ладно. Вот такая естественная кожа, ребята. Вот то, что нам надо. Тон, который не видно. Я справилась с задачей. Мой тон вообще незаметен. Контура у меня нет, но я возьму вот эту штуку от Focalure. Мне очень нравится. Мне ее отправляли. Я ее не сама покупала. По-моему, остатки одри, что ли, на кисти. А, я светлая, поэтому так заметно. Я отвыкла уже. Тут какой-то друг у меня пришел. Друг вокруг. Да, здесь остатки одри были. Ну ладно. Чуть-чуть отконтурировались. И хватит. Бронзер мне тоже не дает, но это не беда. Ведь у меня есть L'Oreal Infallible Bronzer. Наверное, лучший бронзер за прошлый год. All right. Слегка так. Ой, я забыла, что не должно быть видно макияж на лице. Ну ладно. Бронзер у меня сегодня будет очень даже видно. Чуть-чуть носик. Окей. Время карандаша для бровей. А нет, у меня есть румяшки. Как по мне, очень интересного оттенка. Ну-ка, что нам тут говорят? А что, нет румяшек в карточке товара? Тени есть. Румяшек, к сожалению, нет. Поэтому мне придется придумывать The Hang Fang. О, тут даже можно вытащить рефил и вставить новый. Не похоже на то, что он так просто вытаскивается. А ароматы такие странные. Оттенок у нас терракота. О, нежный. Слушайте, что я троллирую, кстати. Очень нежный, такой силиконистый продукт внутри. Нормально. Окей. Зеркала, конечно же, нет. Ой, очень пигментировано. И сколько граммов мне не пос... А, нет, посмотри. Подождите. 4,2. Молодцы. Оттенок у меня непонятно какой. Биотехнологи. Хэнг-фэнг. Блин, я люблю такой оттенок румян. Персик темный. Гнилый немножко. Мне нравится. Красиво. Ну, симпатично же. Румяна. Вот я хвалю. Но я тут, правда, пятен наставила. Румяна немножко. Вернись, лесной олень пятнистый. Ладно, я их оценила. Очень-таки нежные, силиконистые. Поразительно. Теперь то, чего я больше всего боюсь, это карандаш для бровей. Ну, черточка такая интересная. Потому что я просто не представляю, какого он оттенка. Ты будешь рисовать? Рисую через раз. Это что, бёрбери? Хм. Ладно, оттенок универсальный. Сейчас посмотрим. Такой типичный треугольный азиатский карандаш. Теплит. Ну, поэтому не совсем универсальный. Ой. Я сегодня буду с рыжими бровями. Сделали бы какой-нибудь холодный, серый. Ну, да. Оранжевый пигмент самый дешевый. Поэтому не мудрено. Карандаш ничем вроде не воняет. Но самое интересное, это то, что я у вас буду сегодня. Режебровка. Натуральные брови надо здесь. Кстати, я даже врезать их сегодня не буду. Вот да. Чтобы уж я, не я и жопа, не маядок до конца идём. Гелем я их уложу. Вырезать не буду. Потому что зачем ты это делаешь, Марина Сергеевна? Он у меня уже затупился. Ну, потерял свою остроту. Ну, рисует хорошо. Тушуется тоже хорошо. Такой жирненький. Жирненький не в плане, что я его ощущаю. Но пигмент нормально отдаёт. Хотя сводчица вообще не хотела. Друг наш засердечный. Блин, бронзер нанесла. Чем брови не вырежу, что ли? Нет, ибо зачем? Я всё равно стараюсь сделать, да, чтобы оно работало, но посмотрите на рыжие мои брови прекрасные. Вообще карандаш универсальный подойдёт. Блин, я обещала не троллить, но отвратительный оттенок. Сама формула неплохая. Будь это мой оттенок, я бы даже пользовалась. Но он вряд ли, потому что он очень-очень мыльный. Мой любимый маркер от Influence Beauty брала в магнит косметик. Не, ребята, с бровями накривила, поэтому их вырежу консилером, чтобы адекватнее выглядеть. Ладно, поэтому, да, сейчас я уйду, но перед этим возьмём помадку. Я хочу вот такую, самую светлую. Какой-то оттенок. Тут есть наклейка, но ничего не написано. Вроде, а, цифра 2 написано. Ничем не пахнет. Привкус отвратительный, химозный. У меня вопрос, почему так много пигмента. Рыжий карандаш, рыжие губёжки. Я красотка. Как совпадает оттенок, да, классно с цветом вот на упаковке. Прямо то, что нужно. Потом, ребята, возьмём самый тёмный. Это оттенок 6. Ну, а пока что я вырежу брови. И вернусь к вам вот с этой красоткой. Знаете, что меня удивило? Про помаду нам вот тут говорят. Матовая губная помада. Она настолько же матовая, насколько мой макияж сегодня холодный. Я для бровей у меня бьюти-бомбы с коллекцией бьюти-дачи. Вот этот. В консилерном коме, естественно, пудра 17. Я клэон. У меня брови тёплые, румяшки тёплые. Ой, как красиво. А контур-то холодный. Прямо сочетание супертоп. Лучше не придумаешь. Особенно эту матовую помаду. А давайте перейдём к теням. Надеюсь, что они тоже тёплые. Надежда умирает последней. В каждом рефиле по полтора грамма. Молодцы, Хэнг-Хэнг. Вы даёте нам очень многое. Ох. Ох. Пахнет пластилинчиком таким. И палетка выглядит больше нейтральной. Красивые такие вижу тут. Матовые с блёстками. Немножко сатинчиков. И металлики. Ну, ладно. Давайте уж глаза будем делать как обычно. Без всяких там макияж должен быть незаметный. Праймер я беру от Rimmel. Кто-то спросил его полное название. Но я думаю, что Rimmel только один праймер. Magnifies Eye Primer. Base ombre a papurias. Ну, как смогла, так смогла. В языках я не мастер. Это не ко мне. Глаза будут одинаковые. Они разные. Как всегда, я со всеми тенями работаю одинаково. На праймере, на хорошем. Гусь. Сказал литовский гусь. Значит, мне кисти жалко. Очень жалко. Но их же можно помыть. Помоем. Но все равно. Зачем как бы их тратить на такое? Я беру большую кистулину. И, о, тут даже пленочка есть. Я ее выкину. Большую кистулину. Я хочу закрепить свой праймер. Вот эти с блесткой. Я хочу с блестками оттенок. Ай, какая красота. Сегодня такая... Я не могу, ребят, не троллить. Понимаете? Но это просто смешно. Не приведи селена, если вам этот набор, конечно, кому-нибудь подарят. Да, это прикольно. На подарок, там, кому-то, но Хэнг Фэнг. Я бы не сказала, что это супер какой-то известный бренд. А где блестки? Куда делись? Почему? Почему они ушли? Кто-то говорит, что тени с блестками, это легче тушуются. Я так не скажу. Тушуются одинаково. Очень даже хорошо. Еще я говорила, набор такой пойдет детям, да. Ну, или кому-то, кто не красится. Но это не такой уж известный бренд, чтобы раздаривать тут направо-налево. Я вам... Ладно, потом скажу, что я вам. Я вам на 1317 рублей соберу косметоз. Ну, это уже в конце видео. Так, давайте возьмем темный. Затемним внешний уголочек. О, какая красотка. Просто нереально, я не могу не троллить, потому что я эти наборы никогда не воспринимала, как что-то рабочее, что-то адекватное. И поэтому очевидно, что у меня изначально предвзятое отношение. Потому что это не то, чтобы ни о чем. Тени-то работают. Кто бы спорил, как говорится, глаза выпучил. Снова темный набираю. Просто реально, если вы хотите себе набор косметики, ребят, соберите уже свою косметичку. Не надо брать наборы. Не надо. Мало того, что неизвестный бренд, так еще и куда опять помад, да. Если мыслить логически. Я обожаю логически подходить ко всем аспектам жизни. Хотя иногда так не скажешь. Чего сверху такой он больше оранжевый, а снизу он нормальный. Этот коричневый, это один тот же оттенок. Я вам отвечаю. Видимо, при смешивании со светлым он выдал вот такую интересную вечеринку. А то у нас, знаете что? Многофункциональная палетка. Смешай темно-коричневый и светло-коричневый. Получи лисичку у себя навеки. Смешай темно-коричневый и бежевый. И получи другую залупу. Очень интересно. Нанеси в соло. И получишь красивый, холодный, коричневый на нижнем веке. Хорошо. Нейтральный, я бы сказала. Но, ребята, на всех по-разному смотрятся оттенки разной температуры. То есть, если на мне он более-менее нейтральный, на ком-то будет супер теплый. На ком-то очень даже холодный. На ком-то слишком теплым. Хорошо. Я беру плоскую кисть. Вообще, в идеале бы взять клей так-то сейчас. Потому что исключений мы ни для кого не делаем. Поэтому берем клей. Лучшая покупка 2022 года. Unicorn Soproof клей. О, кстати, на втором глазу я вам покажу, что будет, если работать с сатинами. Ну, то есть, затемнять глаз с сатином. Я не хотела Кат Крис, поэтому я так подтушу ее немножко. Что будет, если с сатином форму выстраивать? Тут, конечно, сатинов-то два всего лишь. Матовый с блестками такой симпатичный. Подожду, чтобы клей схватился немножко. И возьму вот это. Тяжело набирается. Плотно спрессованная вечеринка. Но набралась. Набралась-то набралась, но переноситься не хочет. Набираю еще. Ну, я же наклею. Ну, алло. Очень красивый оттенок, кстати. Заметьте. Симпатично. И возьму вот это золото, чтобы стушевать его потом с коричневым цветом. Отдельно эту палетку купить, думаю, можно было бы. Хорошая. Если вы доверяете... Хорошая. Ага. Если вы доверяете этому бренду, то... Бля. Напоминаю, если вы доверяете этому бренду, то купить можно. Что-то плохо набралось. С клеем она дружить не хочет, и она у меня уже замылилась. Сам рефил замылился немножко. Чуть-чуть так. Я не перестану троллить вот эти непонятки с Вайлдберри, с Сазона. Я не перестану. Потому что это дает мне хоть какое-то настроение. Да? Давайте возьмем вот эту вот штуку. Я ни разу не брала. Для того, чтобы металлик стушевать... Эта штука превратилась в темно-коричневый, который у меня тут был. Разбавленный со светлым. Ну-ка, если я сейчас темно-коричневый сверху бахну... Наслаивается-то наслаивается. Так вот, практически ничего не поменялось. Карандаш у меня тоже был в Сайлдберрис какой-то очень непонятный. Этот Эль Карасон. Если я его найду, как быстро нашла. Это не Эль Карасон, это Мисс Клейер. У меня оттенок Си-2. Стрелы им тоже прорисую. Все время рисую такие вот стрелы вниз. Сейчас крючочек туда. Почему так получилось? Интересно. И коричневая подводка у меня где-то была от Эссенс. Мне ее отправляли. А вот и она. Я просто хочу вспомнить, что... Ага, тут короткий фетр. Вот чем она мне не понравилась. Или она глаз стягивала? Не помню. Покупали ли вы, ребята, что-то по моему совету, что вам не подошло? Мне очень интересно узнать. А еще в последнее время я рисую стрелы какие-то немножечко выгнутые. Ну, это потому что макияж тут такой, да? И стрела, соответственно, такая же. Симпатично вышла. Стрела почти не видно, потому что коричневый лайнер. Сколько здесь граммов? Написано водонепроницаемый. Ага, глаз немножко подъедает. Два с половиной миллилитра всего лишь. Ай, Эссенс. Ай, вот нехорошо так делать, с мамкой поступать. А теперь перейдем вот сюда и будем делать сатинами. Но, ребят, тут сатинов-то один только, а нет, два. Вот этот и вот этот. Как раз сейчас вам покажу. Конечно же, я возьму праймер. Обычно кто сатинами красится, ну, я не знаю, берете ли вы праймер. Но часто знаю, люди без праймера пользуются тенями. То есть наносят консилер, запудривают его. Ну, или же сверху вот тень какую-нибудь светлую матовую из палетки берут. Я раньше так делала. Ну, потому что у меня была палетка субкультуры. Извините меня. Там так тоже можно, потому что пигментированная очень тень. Ну, давайте, ради исключения, вот я предположу, что праймеры человек берет, да? У меня, кстати, одинаковые кисти сегодня. Я редко беру кисти из набора в одном видео. Беру почему-то разные, а тут две одинаковые. Так, а чем наносят сатин? Делают форму, да? Мне вот подружка говорила, я сначала беру металлик. Вера, приветик. Ну, слэш сатин. Интересно, куда она его берет? Наверное, на плоскую кисть. Набирает сатин. Блестяшку, говорит, набираю. Наношу себе на глаз. А сатин-то тут красивый, рабочий. Так, на глаз наношу. А потом уже иду, строю форму. Как? Даже когда я, кстати, не особо красилась. Да, я сейчас не... Ладно, когда не очень умела, я делала форму. Я не знала об этом, что это делать форму. А потом светлый оттенок. Кстати, у меня была кисть похожая на IBH. Вот такая. Я тушевала тут что-то себе в центр. И не в центр, а типа каткрис. Я не знала, что это такое. Опять-таки, вот такой кистью я наносила себе светлый оттенок. Мне так нравилось. И думаю, ой, какая красотка с паленой палеткой Naked 2. Но я продолжаю. Я хочу взять какую-нибудь кисть поплотнее, потому что все-таки сатин. Темный у нас тут есть сатинчик? Да, вот этот. Сейчас я его наберу на плотную кисть, потому что на воздушную он просто не наберется. И, ой, млядь, поеду затемнять. Как это сделать, если ни хера не набирается? Так, ладно, затемняем. Такой вот вариант макияжа, наверное, тоже возможен. Просто я так не работаю, да? Но я знаю, что многие люди так делают. И создают форму. Обычно это идет прямоугольник. Вот так. Так, хотя прямоугольник не под все глаза, извините меня, и подойдет. Вы вот так вот сделали. И у вас преломляется глаз. Почему? Потому что свет так падает. И форму глаза можно вообще изуродовать себе. Как это исправить? Матовый добавить сверху? Но уже это бесполезно будет, я думаю. Хотя давайте попробуем. Возьму матовый коричневый. Тут единственный у нас темный. И сверху бах. Не-не-не, он уже не перекроет это сияние, преломление вот это. Ну и ладно, отвратительно вышло. Но я подтушу границу хотя бы, да? То есть, хоть как-то спасти себя я беру светлый матовый. Придусь им по границе, чтобы хоть, ну, как-то была дымка. Потому что стушевать сатин в ноль это то же самое, что пытаться стушевать черный гелевый карандаш в ноль. Примерно то же самое по уровню сложности. Так, и на нижний глаз я не брала, по-моему, коричневый с блестками, вот крайний. А, нет, я его сюда брала. Нет, я сюда светлый брала. Не помню, в общем, я беру вот эту вещь. Хотя, а, нам надо сатин брать. Подождите, беру сатин. Но я такую форму тушевки захотела. Вообще, наверное, так сатинами не тушуют. Повезло, что у меня тут коричневый сатин, так как не так сильно это преломление вот на этом моем нависании видно. Но если я развернусь как-нибудь неправильно, то это будет очень некрасиво смотреться. Особенно со светлыми сатинами. Поэтому, да, такая вот вечерушка. О, как вам макияж сидит? Это ужасно. Не скажу, что я не старалась. Просто сатина здесь более-менее адекватная. Себя взяла белый какой-нибудь. Вот там было бы видно преломление. Еще я матовым чуть-чуть приглушила. У нас вообще-то есть подводка. Я совсем про это забыла. В наборчике идет вот такой смузы ликвид айлайнер. Кисть, не кисть. Фетр. Там шарик или это? Шарик вроде. Окей. Ну, лайнер, ребят, хороший. Мне нравится. Единственное, ну, что фетр я не очень люблю в подводках. Но я приноровилась. Долго приходилось, конечно, учиться фетровыми маркерами рисовать. Примерно так же, как и жидкими подводками, у которых фетровый аппликатор. Что я сделала? У него матовый финиш. Окей, прикольно. Стянул глаз. И сам на себя наслаивается. Это самое худшее, что может быть, когда у вас лайнер сам на себя наслаивается. Супер графика от Марины Сергеевны. Лайнер не очень, потому что он на себя наслаивается. И когда я пытаюсь провести линию, он сам себя также снять может. Формула у него отвратительная, но, несмотря на фетр, рисовать им удобно. Сварчарушку. Потолще можно линию сделать, потоньше, наверное. Черный нормальный лайнер, но я бы поставила 3 из 10. Потому что наслаивается, застывает, как-то века подчеркивает. Некрасиво. Это не потому, что это набор какой-то непонятный. Не поэтому. Ребята, я оцениваю реально то, что работает, а то, что нет. Тушь. Слендер Маскера Инк. Мне страшно, потому что... Надеюсь, что вам это видно. Так, вы знаете что? Я прекрасно понимаю, зачем я сюда пришла. Да, я пришла тестировать косметоз. Но оно пахнет отвратительно. Понимаете, я боюсь. Но я боюсь также увидеть комментарии. Ты же пришла тестировать. Что ты боишься? Ребята, мне жжет глаз. Я прикоснулась к туши. Я надеюсь, что это не обрезало. Мне начало жечь глаз. Я его сейчас боюсь открыть. Это не нахуй. Это не обман. Мне серьезно. Глаз зажгло. Я не буду. Можно, да? Я возьму тушь какую-нибудь. Ружба. Нет, подождите. Черная Москва. Она не пахнет. И не покраснел глаз. У меня капли, поэтому не очень сильно заметно. Я только начала красить. Мне уже прожгло. Я такое впервые вижу. Причем мне начало жечь не кожу, да? Как бы сам глаз. Это что-то с этой тушью однозначно не так. Блин. Так как мне вот эта тушь от черной Москвы не очень нравится. Она особо ничего не делает. Я уж тут пройдусь ей сверху и придется выкинуть. Потому что в ней будут остатки этой вот туши. От Хэнг-Хэнг. У меня снизу отпечатки, когда я глаз закрыла. Но пусть так и будет. Это такой эффект. Мне не лень убирать. Я убрать могу без проблем. Вот чего я не ожидала. Это такой подставы от туши. Я сейчас поднесу. Она еще и как клей тянется. Ну вот эта вот тягучка. Она подношу. Мне жжет. Еще я этот глаз испортила. Так, я обещала выкинуть тушь от черной Москвы. Потому что ну ни о чем. Помаду я тоже хотела вам показать более темную. А не вот эту полоску. Кстати, не сделала хорошо. Но она не матовая. Претендуешь, как говорится, да? Сказано матовая. Так чего она не матовая? Я боюсь, если тушь у нас с вами такая термоядерная, то остальные продукты наверняка тоже поехали. Но это уже я больше поверю, что матовая. Ребят, оно пахнет. И у меня они вели гувешки. Поэтому давайте я это смою. Вот это. Оттенок не соответствует. Самое главное, что мы поняли, что оттенок не соответствует. И все. Библикрем воняет. Воняет бедностью. Ладно. Просто воняет. Это цветами. Масло возьмет клоран. Масло, кстати, ни о чем. Ну, то есть ничего особого не делает. Окей. Я все. Я не буду клеить ресни. Потому что тут эта тушь на мне. Я боюсь, что я потом начну клеить ресни. И у меня с ресниц эта тушь на мои глаза снова попадет. Поэтому нет, не хочу. Давайте сделаем свочи. И так, в принципе, красиво очень вышло. Мне нравится. Свочирушки у нас в палетке 9 оттенков. Из которых 1-2. 2 тупо матовых. 3 матовые с блестками. 2 ультраметаллика. И 2 сатина. Хорошо. Очень красивая цветовая гамма. Мне действительно нравится. Пигментация, ну, на нуле практически. Но на 1-2 свочи, как обычно. Но на праймере, в принципе, все видно. Ну, думаю, вы видите. Я постоянно вам говорю, что есть палетки, которые работают хорошо. А свочица не хотят. Это одна из них. Я такое не люблю. Потому что, ну, уж если ты работаешь хорошо, так и свочишься нормально. Но нет. Это клак, а свочица не хочет абсолютно. Центральные оттенки более-менее засвочились. И у нас остался крайний оттенок. Это матовый с блестками. Вот такой. Который у меня тоже был использован. Я сегодня использовала все. За исключением. Нет. Все использовала. Даже центральные, ребята. Все оттенки. Даже вот этот. Этим я тушевала свои сатины. Свой сатиновый макияж. Вот такая красота. Пожалуйста. Ну, я думаю, долго тут нечего обсуждать. Палетка нейтральная. Стоит ли она своих денег? Не знаю, вообще продается ли она отдельно. Лайнер, кстати, не смывается. Как и помада Dior, которая в моей царапине застряла. Мне кот поцарапал очень сильно на днях. Ну, ладно. Лайнер я смою потом. Если вы хотели купить ее отдельно. Не надо, ребят. Не надо. Понимаете? Металлики замыливаются. Конечно, красивые формулы. Но если она стоит 300 рублей, и вы прям хотите, то берите ее. Конечно, она тепленькая такая. Работает, да? Да, за 300 рублей она работает. Давайте обсудим, стоит ли покупать весь набор. Каждую вещь по отдельности. Начну с румян. Это единственное то, что мне здесь понравилось. Румяна хорошая, силиконистая и более-менее адекватная. Все остальное, ребята, включая BB крем. Но пудра от Seventeen дала мне намного больше. И кому... Это как чистая линия, да? Вот этот крем. Кому такое может нравиться? Я не знаю, вижу свои ресницы. Как будто она не гель для бровей. Я впервые вижу свои собственные ресницы. Интересно. Давайте почитаем отзывы, пожалуйста. Потому что, ну, матовая помада у нас ни разу не матовая. 14 отзывов купили более 200 раз. Хорошо, что нет в наличии. Меня это очень радует. Крайний отзыв был у нас 16 декабря. Но подождите, я говорила вообще-то про набор. У меня она хорошая. Лайнер норм. В целом, как бы жить можно. Но он жутко стянул века. Вы с ним ровные стрелы не нарисуете. Он какую-то текстуру почернул. Я наносила ровно. А в итоге у меня очень-очень кривая стрела. Особенно с этой стороны. Но тут у меня этот, как зовут, Essence. Тоже стянул. Потому что он очень-очень матовый. Я уверена, что он будет крошиться. Хотя он у меня не крошился. Я его тестировала. Но думаю, если в два слоя пройтись, то отвалится. Здесь вообще отвратительно. Поэтому лайнер дерьмо. Тушь мне глаза проела. Слендер маскера. Не мудри, но она тянется вот такими линиями отвратительными. Помады не соответствуют ни цвету на упаковке, ни заявлениям о том, что они матовые. Тон воняет цветами. Ужасно покупала я этот набор 27 ноября 2022 года. Пришел он мне 1 декабря 2022 года. Получала его уже моя подружайка. Потому что я, конечно же, уехала. Так как этот набор меня. Очень расстроил. Я не хотела его видеть. Маргарита пишет нам. Все очень понравилось. Сестра довольна. Кристина. Набор очень понравился. Тональный, светлый, густой, неплотный. Неплотный вы что имеете ввиду? Текстура у него, кстати, достаточно плотная. Но пигмента в нем столько же, сколько в моей жопе. Ноль. Тушь очень понравилась. Ее нужно наносить не торопясь, прокрашивая зигзагом. Получается шикарный вид. Ну, я тоже не смогла оценить. Мне прожгло вот этот глаз. И он все еще немножко плачет. Подводка очень стойкая. Даже если глаза немного слезятся, не смывается. Мне начинает поджигать этот глаз. Полагаюсь за то, что тушь туда подносила. Стойкая подводка? Хорошо. Да, стойкая. Ни хера не смывается. Окей, тут я с вами соглашусь. Помада достаточно стойкая. Даже стерев ее с губ, на губах остается оттенок. Не согласна. Карандаш для бровей имеет коричневый оттенок. Ну, карандаш для бровей имеет рыжий оттенок. Это рыжий. Но. Но все мы разные. Напоминаю, на мне он рыжий. На даме по имени Кристина. Он, вероятнее всего, это женщина. На ней он коричневый. Хорошо. Что скажу? Все мы разные. И косметика это очень-очень индивидуально. Несмотря на то, что производители пишут, всем подойдет там хуйня, ничего никому не подойдет. Все мы разные. И отзывы на отдельные косметические продукты, они абсолютно разные. Потому что у всех разная кожа, у всех разные требования и у всех разные любимые формулы. Поэтому этот набор мне абсолютно не понравился. Ладно. Ирина пишет. О, одна звезда. А то тут все, пять звезд было. Ирина ставит одну звезду. Наконец-то. То у нас Ирина обычно хвалит все. Но это не вы, Ирина. Разные Ирины рандомные. Покупаешь на подарок, а тут на тебе. Коробка в ужасном состоянии. И видно сразу, что вина не Вайлдберрис, а продавца. Дабы коробка сверху была целая. И да, косметика выглядит очень дешево. Молодец, Ирина. Согласна. Крем, как раньше был, балет. Оттенки помад, пудра рыжая. Почти все. Так, у вас до этого с запятыми все окей было. А тут, Ирина, я придерусь. Подойдет для людей в возрасте, но не для молодежи. Балет был плотнее, чем это дерьмо. А что у Ирины не так? Ага, немножко коробка помялась. Но я думаю, что это по-любому вина Вайлдберрис, а не продавца. Но Ирина молодец. Я согласна, все рыжее для людей в возрасте. А чего вы так на людей в возрасте? Нет, это никому не подойдет. Это трэш. Это трэш, откровенный. Николай. Хороший подарок, дочке понравился. Николай. Хорошо. Екатерина, все супер. Нарана, все подходит описанию. Очень красивый набор. Заказывали в подарок подруге. Все пришло вовремя. Татьяна, набор прекрасный. Пришел быстро. Все соответствует описанию. Пока он добросовестный. Запах приятный. К покупке советую. Анна, косметика хорошая. Палитра соответствует описанию. Все целое. Подождите, подождите. То есть, вот это вот, оно как бы оранжевое. Да, вот такой цвет светло-бежевый. Он вот такой, по идее. Вот это мне интересно, какого цвета. Давайте я хотя бы свочек сделаю один. Свочарушка. Свочару, свочару. Что-то написано. So sweet, dream, lips color. Lips color. Okay. ASMR. Would you fuck me? Покупатель Валдберрис. Все прекрасно. Ольга соответствует описанию. Екатерина, все прекрасно. Кроме души для ресниц. Тянется, как паутинка. Сохнет очень долго. Остальные продукты норм. Два лайка Екатерине поставили. Инна, отличный набор. Заказала на подарок. Без запаха все целое. То есть, без запаха все целое. А с запахом все не целое. Оно воняет? Ладно. Софья, три предмета отсутствуют. Помада не соответствует цвету. Софья, молодец. Помада вообще не соответствует. Шесть дизлайков Софьи поставили. Понятно, кто будет ставить дизлайки мне под этим видео. Алина, хороший и качественный продукт. Без каких-то замечаний. Я подозреваю, кто пишет эти отзывы. Хотя, иногда я задумываюсь, кто пишет эти отзывы. Кто ни разу хорошей косметики в руках не держал. Я не подразумеваю сейчас люкс под своими словами. Вы не подумайте, я что-то на СМР перешла. Нет, не люкс. Возьмите вы белорусскую косметику. Я вам составлю, как я и сказала, 1317 рублей. Я вам на 1317 рублей составлю сейчас косметичку. Ладно, может быть и чуть дороже, но если покупать по скидкам и акциям, то полторы вы потратите. Тушь люкс визаж XXL. Тон люкс визаж скин эволюшн. Карандаш от шу или от того же самого люкс визаж коричневый карандаш в качестве подводки. Я вам не говорю покупать шик за 1000. Ладно, 974 рубля. Нет, покупайте просто люкс визаж в оттенке 2. Палетка. Хотите палетку? Лароса, пожалуйста. У них вышли девяточки. Они стоят 270 или 238 рублей, смотря какой оттенок вы возьмете. Палеточку не хотите? Берите однушки жидкие тени от люкс визаж. Я их, конечно, терпеть ненавижу, но они стоят, как палетка Лароса, по 228 рублей. Это мы взяли. Хайлайтер какой-нибудь с Алиэкспресса или тот же самый Wet n Wild. Он не стоит 1000. По моей памяти, последний раз он столько не стоил. Ну или белорусскую палетку возьмите какую-нибудь. И помада. Конечно же, помада, сейчас вам скажу, какая парадиса. Не помню от какого бренда, но берите. Ребят, сложите сумму. Тушь. Да, и тушь я вам уже сказала, какую брать. Пожалуйста, вот вам и наборчик прекрасный, замечательный набор. Контур Релуи возьмите. Я все из белорусской косметики составила, конечно. Не надо брать ноунеймы. Не надо. Я почему эти видосы снимаю, да, троллинга? Вот у меня будет в январе еще про Озон там, но я заказала косметоз подороже. Про Вайлдберрис потом будет трэш с Вайлдберрис. Почему я это снимаю? Чтобы люди понимали, что вот этот я купила тут на будущее видео, тон Клиншифт. 372 рубля. Зачем тратить деньги на непонятную вещь? Отзывы могут быть хорошие. Вы не знаете, как ваша кожа отреагирует. Хоть у меня есть знакомые и друзья, которые пользовались пальью, которую я им отдавала. Им все нравилось и их не обсыпало. Это их не обсыпало. Шансы все равно есть. Шансы есть. Вы не знаете, как оно повлияет на вашу кожу. И неизвестные бренды точно так же, ребят. Хэнк Фэнк. Это бренд, по-моему, с Алиэкспресс. Даже те, кто вообще не красится, я думаю, так, куплю набор. Мне этого хватит. Не надо тратить деньги. Да вы лучше не краситесь, чем краситься этим. Если бы здесь было написано, ладно, не Хэнк Фэнк, да, а какой-нибудь более известный бренд. Вы думаете, что мой отзыв бы поменялся? Он бы, конечно, поменялся. Я думаю, что вы подразумеваете, что мой отзыв поменялся. Будет тут написано L'Oreal или Max Factor. Ясен, блядь, пень. Потому что у них ингредиенты качественные. Это проверенные бренды. Но такого набора от L'Oreal или Max Factor, навряд ли бы он бы существовал. Но вряд ли, потому что это было бы пайль. Так как Max Factor и L'Oreal такое не выпускают. Но если предположить, что они бы выпускали такие наборы, то там качество, ребят, было бы в разы лучше, чем вот это вот. Ну не надо китайские наборы брать. У меня еще будет видос или уже вышел. Хер меня знает про... Скажите, я скажу. Нет, вы не скажете, потому что я сама не знаю. Чемодан я с Азон купила. Чемодан. Я купила его давно, еще в ноябре. И я все сижу и жду, пока вылетрится аромат ацетона. Из этого ебучего чемодана. Я не знаю, как бы... Я люблю снимать видосы на трэш. Но для того, чтобы людей образовывать. А тех, кто уже образован, чтобы они просто посмеялись. Но не смейтесь над теми, кто это покупает. Потому что я предполагаю, что они это покупают из-за незнания. Из-за незнания. Поэтому образовывайте себя, пожалуйста. И поймите, что все лицо, вот это вот дерьма... Ну не надо оно вам. Не надо. Не надо. Несмотря на то, что румяна хорошие, тени более-менее работают. Тушутся, кстати, легко. Нет. Купите вы себе белорусскую косметику и радуйтесь жизни. Косметика это привилегия, конечно. Но это не так дорого, как многие думают. Вам не надо покупать люкс, конечно. Чтобы купить все лицо люкса, надо потратить... Раньше было 40 тысяч с чем-то примерно. Я в рублях сейчас говорю. На данный момент это около 60. Ну, может чуть меньше. То есть пудра 5 тонн, 5 туш, 4 там, 3. Если по скидкам найти, вообще за полторы урвать можно. То есть не надо покупать все лицо люкса. Не надо. Белорусская косметика тоже рабочая. Показалось, что в ухо ползет паук. Я так пауков боюсь просто жопа. Можете взять подводку цветную. Например, у меня вот есть от Хандаян. Хандаян бренд ОКС Алиэкспресс. Он хороший на Вайлдбрис есть. И подложки у Хандаян хорошие. Но наборы, ребята, я вас прошу. Вот такие, где все в одном. 10 тысяч у нас в одном. Это, конечно, лучше уже. Вот этот уровень наборов лучше, чем набор в карто... Фу, как воняет. Это лучше, чем набор вот в такой пластмассовой коробке, где вы там выдвигаете. У вас там и пудра, и румяна, 10 тысяч оттенков теней. Вау, весело-весело. Да ни хера. Не тратьте на это, пожалуйста. Вам, конечно, выбирать, на что тратить деньги. Я не подсчитываю ваш бюджет ни в коем разе. Но я не хочу, чтобы вы красились говном и выглядели как клэун. Окей? Все. Я высказала. Я все сказала. Это, блин, тоже самое, что паль покупать. Покупать эти наборы. Я сейчас его, наверное, просто выкину. Потому что, ну, тушь же от глаза. Подводка вообще дерьмо. Карандаш рыжий. Помады кому отдать? Ну, блядь, отдам кому-нибудь. Потому что часть из них не пользованная. Ну, я, ребята, пойду. Если у вас такой набор, как он вам, если у вас есть, не серчайте на меня. Все мы разные. Если вам нравится. Флаг в руки, барабан на шею, палочки. Куда? Правильно, в жопу. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надаяло моё лицо, а понравилась моя речь. Если так, то вы всегда можете на меня подписаться, поставить лайк. Оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм, потому что там очень весело. А если вы не подпишетесь, то я приду и накрашу вас вот этой вот косметикой. Вы будете как оранжевый клэун. Всех люблю. Всем пока. Идеально подходит. Идеально подошел. А, похуй. Сверху написано подарочный отбор. Че? Покупала это 27-го, блядь, когда покупалась. Окей, we are done. Это просто, ну, я не знаю. Я надеялась на то, что этот набор будет качественный. На самом деле. Где у меня звук пишется? Пишется звук вола вселенной. Я надеялась. Я такие надежды возлагала. Оказалось все. Оказалось, я лохмачуя у самой хозяйки дачи. Я реально не знаю, что может быть хуже. Что может быть хуже? Еще и глаз проела. Замечательно. Ставлю лайк. Лайк, лайк. Ла-ла-ла-лайк. Фу, масло еще. Че-то я сегодня ворчу не какая-то, да. Сидит, ворочит. Вода в Фиджи закончилась, к сожалению. Представляете, еще курьеры Валберес работают. Да, вот сегодня 4 января. Мне начали посылки с Валберес привезти со 2 января. Со 2. Озон должен был 2 привезти мне мою стяжку энергосов как раз на 12 ближайших дней, когда мне энергосы очень сильно нужны в начале января. Ого, дайте что, мне переносят доставку со 2 на 3, с 3 на 4 и сегодня походу перенесли на 5. Я не знаю, мне мой друг сказал, что курьерская служба Озона начинает работать только с 5 или с 4, что ли, января. Еще я могу быть не первая в очередь, потому что заказов много. Я понимаю, но почему Файлдресты доставляют заказы, а? Прошлогодние. Почему? И даже новогодние уже доставляют. Все так. Хорошо было в Китае жить, кстати, потому что мы со 2 января работали. Удивительно, что 1 января был выходной. Китайцы ведь не празднуют, ну как таковое у них празднования нет. Но у нас в садах подготавливали, елки ставили всякие, Деда Мороза ставили, Крыжо он там танцовал, так ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту весь вечер. И вот эта музыка, она как, знаете, из старого радио такого, и он так танцует за этой трубой, так у-у-у. И так стрёмно вообще-то, Дед Мороз такой кринж, но детям так нравилось, они так веселились все. Урэйс, урэйс, я пошла, то есть засяду, еще буду вам тут историями свои рассказывать. Все, всем пока, как говорится, у!